Друзья, всем привет! В этом выпуске я хочу вам показать комбикормовый завод. Мы находимся у Алексея Васильченко и посмотрим, как он готовит комбикорм для своих животных. Поехали! Ну что, мы уже заходим сейчас вовнутрь комбикормового завода. Леша нас ждет уже внутри. Пойдем, посмотрим. Привет! Привет, Леша. Ну что, расскажи. Для начала, извиняюсь, ты расскажи, что ты хочешь? Ты построил недавно новый комбикормовый завод. Я хочу посмотреть и узнать больше о нем. То, как это ты построил, какое это оборудование, какой комбикорм ты делаешь, для чего ты его делаешь. У меня есть завод, но он у нас уже старый, ему лет 12, поэтому мы сейчас планируем его модернизировать или вообще построить новый. Леша построил недавно, поэтому для меня и для вас это будет очень интересный опыт. Что это за комната, кто здесь сидит и что этот человек здесь делает? Я уже понял, потому что вопрос такой очень долгий, я уже забыл, что ты в начале спросил. Потому что ты все время ездишь, что до работы отвлекаешь. Значит, что мы тут бачим? Что ты можешь тут побачить? Значит, это операторская, это вся комната оператора, это оператор, который управляет этим заводом. Завод, значит, наше предприятие построило два года назад. Значит, вышел он сейчас на проектную мощность где-то в пределах 30% только, потому что мы сейчас закинчиваем линейку гранулирования. Сейчас ты можешь бачить на компьютерах, это так, вкратце для простого пользователя. Тут ты можешь бачить всю схему работы комбикормового завода. То есть от загрузки зерна, от загрузки зерна по бункерам, где что подписано. Завильная яма, нория, куда мы что грузим, опять нория, дробилка, смешивающие. Ну, это так, для общего. То есть сейчас ты бачишь, как это все дело управляется с кнопок, и мы пойдем, где все это, туда, как сказать, в сердце этого завода, на саме производство. Тут вот эти все шкафы, то есть пошли сюда, просто чтобы ты мог оценить, да, это провода у нас. Куча проводов силовых, то есть ты можешь бачить вот эти все кабели, что это такое сердце завода, то есть вот эти все вещи. А скажи, в какой фирме у тебя комбикормовый завод, такого бренда? Голландская фирма OneWing. Максимальная потужность 200 тонн в сутки готового комбикорма в Гранулах. Один, два, три, два, два, три. Рассказывай, давай. Я тебе расскажу, сейчас мы быстренько, чтобы ты понимал, что воно на самом деле интересное, построение мега такая. Значит, вот тут будет еще и дальше продолжаться будет линия фасовки уже в Малуле. Что это за комната? Вот ворота? Пока что мы используем склад для сырья входящего, ну там, например, какие-то витамины добавки. Примиксы там, витамины. Можно и так назвать, там, какие-то маленькие компоненты. Вот это котельня, и там парогенератор для... Котельня только для комбикормового? Да, это котельня для линии гранулирования, потому что гранули должны получаться, они нужны парт. Но у тебя его сейчас нет, эта линия. У нас уже стоит готово, мы уже сдаем, мы сейчас будем ездить. Посмотрим. Хочу показать сам завод. Все, мы зашли, можешь оценить его высоту вверх. Какая высота его? Ну, мы ж были на элеваторе, в районе 25 метров так само. 25 метров его высота. Тут есть лифт для удобства подъема не людей, а компонентов, которые в биг-беге, как в мешках. Значит, чтобы ты понимал, все, что покрашено, как бы сказать, вот таким цветом, это оборудование импортное, то есть это все сам завод. Все, что остальное, это уже конструкция варилась тут, сам каркас. То, что серым, это наше, то, что… Да, можно так сказать. То есть принцип, то, что ты бачил на компьютере, теперь ты можешь тут оценить, где оно находится. Ось у бункера, за тою стяною там завальна яма, поднимается, загружается в бункер. Бункера поделено, то, что ты там бачил, в один, два, три, четыре, пять. Тогда великий накопитель и веса тут же. Принцип завода який? Ты должен понимать рецепт, должен понимать номерацию, где у тебя компоненты, в какие последовательности кинуть, все это прописываешь в программу, нажимаешь кнопку, дальше работает уже, сама программа управляет заводом. Людей тут нема. Оно работает все в автомате, да? Полный автомат, один оператор и еще человек, который контролирует на самом последнем этаже, это загрузка именно мелких компонентов, таких как там опняки, там, на линии микродозирования, так скажу. Есть два варианта построения заводов. Вони есть вертикалка, это вот такие, как ты сейчас бачишь. Вот я хотел спросить, что он такой высокий? Потому что он компактный, то есть ты бачишь мощность такая, он компактный. И второй вариант, меньше движения зерна, то есть мы раз зерно подняли вверх, и оно тогда падает, 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 и когда оно уже впало, оно уже приготовилось, все сделалось, и тогда мы другий делаем подъем на выгрузку уже в машину, або на подачу в линию гранулирования. То есть лучше, если строить, в принципе лучше строить высокий? Опять же, кому, как. Такий самый вопрос, если ты задастся на элеваторе, чи банка должна быть широкая и низенькая, чи вона должна быть высокая и узкая. То есть тут же так само. Есть у тебя площадка, есть у тебя, ты можешь строить горизонталку и линия так само транспортеров может быть такая. Если кто-то любит высокая строить высокая, если кто-то любит широкая строить что? Значит, что я предлагаю, мы сейчас идем и на каждом этаже, это и рассказываете просто даже, мы быстро поднимаемся. В подвале что-то есть? Тут и подвал, и подземка как на элева. Подвал, это не то, что подвал, это просто для удобства последнего на нори, там же печи. А ну это для обслуживания нори. Здесь сам завод каркас зроблен из сендвич панели, то есть тут отопление ненужное, тут 0 градусов, тут на определенных пневмах, так как тут пневмомолотки стоять на каждом, то есть воно клаца и так дальше, то есть воздух есть, чтобы конденсат не замерзал, на определенных моментах там обогреватели ставятся, зимой это как аномальные морозы, а так тут просто, он как термос 0 градусов. Что тут еще я тебе хочу сказать, в данный момент, чтобы ты понимал, тут делается в районе 30-40 тонн комбикорма в сутки, ну в день, в день можно так сказать, он работает 3-4 часа пока, то есть ты можешь глянуть, что пыль. Ты его сейчас задействуешь не на полный мусор. Потому что мы его доробляемся, линию гранулирования. Пошли. Это завод, это завод, и здесь реально очень чисто. Пыли вообще нет. Вот эта линия по изготовлению, подроблению и вержи, она пошла, да, как вот так поделить. Значит, комбикорма из, как бы, силы кукурузы, пшеницы и так дальше, мы его дробим, смешиваем, вводим эти все добавки и так дальше. Вот это вот дробилка, да? Ну да. Вот это другая линия. Вот это уже идет линия гранулирования. Когда мы уже с рассыпного, делаем гранулу. Ну когда мы его приготовили уже, сделали. А тогда прессуем гранулу. Зачем это делать гранулу? Ну по-перше лучше поебдаемся, по-друге транспортировка. Что такое матрица и что такое комбикорм, о чем он будет получаться, это просто пробный. Мы еще не запустили, это еще не запущенный, это просто сейчас наладки идут, мы еще его не запустили. Но сам принцип, чтобы ты понимал, что это такое, это идет сам гранулятор. Маленькая и тоненькая гранула. Меняется матрица. А матрица меняется. И какую тебе надо, такую он и давит. Просто это идет под великим давлением и использованием пара. Поскольку мы сейчас запускаем документацию, уже сдаем на запуск газа. Ну а гранулятор, он же нагревает комбикорм, правильно? Да, он нагревает, а потом падает внизу, то мы были то охладитель. И комбикорм не теряет свои свойства, если он нагревается, нет? Наоборот, чего надо гранулировать, потому что все эти проблемные, какие-то, как бы сказать, убиваются, заразы разные, да? Бактерии убиваются тогда, когда идем наверх. Убиваются при температуре, понял? Да. То есть, а это очень важно для свиней и так дальше. То есть, тут тоже этаж, а тут уже идет посредняя подача пара. Это третий этаж уже, да? Ну да, это третий получается. Тут идет посредняя подача пара. Ну опять же, идем дальше. Тут идет посреднее смешивание, микродозирование. То есть, ты бачишь, маленький компонент на каждом редукторе, там кнопочки, все, 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 полная автоматика. Потому что, что я сказал тебе, что путь должен быть максимально короткий. Потому что, когда ты делаешь один вид комбикорм, ты его сделаешь. И потом ты запускаешь другой вид комбикорм, тебе же надо убрать остатки, правильно? Чтобы уже не было смешивания и так дальше. Нам еще не много, нам все. Давай тоже. Музыка. 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 ПJeffrey, можно действительно постараться. То есть, если ты будешь использовать, например, строишь завод для того, чтобы торговать комбикормом, понятные дела, один пришел к тебе для качки, другой пришел для курицы, третий для коровы, четвертый для свиньи. Понятное дело, вот этих нюансов должно быть побольше. То, что ты должен, то должен быть, как сказать... Твоя производительность 200 тонн в день. как ты выбирал эту производительность и как ты определялся с мощностью своего завода это только ты для себя употребляешь или он высчитывается производительностью в час но одного комбикорма он может делать 10 тонн в час если комбикорм будет сложный очень много компонентов и он может делать его и 7 тонн в час то есть я что хотел бы посоветовать тем кто будет это делать або если вы например понимаете что вот мне может кто-то скажет хватит и 5 тонн в час ничего подобного потому что это зависит очень много очень много и получается если у тебя чем больше компонентов в комбикорме тем у тебя период изготовления производства комбикорма он увеличивается и получается что ты можешь не выйти на ту производительность 10 тонн в час да и тебе тоди уже заложить от тебя же виробництво вот тут надо на первом этапе определиться что тоби надо и взять як всегда лучше запасом для нас для потребления нам надо максимум зараз 50 тонн можно так сказать в сутки да это для а він уже для свиней для глину а він уже робить 200 то есть мы зараз доробляем линию гранулирования будем рубить числене фасовки и рубить заказывать и тоди предоставлять услуги для комбикорма то есть мы сейчас буду им и лабораторию то есть ты сейчас 50 тонн тебе надо мощность 200 тонн то есть ты сможешь это задействовать его там грубая на пополам еще на продажу або напополам об успешивать площадке до буду выращивать свиньи коровы но ты все-таки больше акцент делаешь на том чтобы зарабатывать с него на продаже или больше ты сделал акцент для себя или 50 на 50 и для себя и продавать наше предприятие ставить и директор ставить задачу мы должны зерно которое мы выращиваем перерабатывать и або пропускать через свиньи и коровы або робить готовый комбикорм и продавать то есть мы должны делать добавленную доданную вартность и уже тоди уже дальше все это делать значит это последний этаж вот тут что ты можешь что ты можешь показать вот сюда что начинается ну там стать элеватор ты когось приезжал на бачу бачу нас там с тобой значит идемте покажу идем через окно вон там бочки и не совсем рядом от стих бочек транспортируется сразу же зерно это очень удобно когда у тебя элеватор на одной территории и комбикормовый завод и сразу же с него можешь брать зерно и готовить и комбикорм на последнем этаже тут хочу поверси показать значит еще сюда приходить зерно зерно распределяется по бункерам зависимости под каким номером ты подписал что в этом бункере лежит программа ж не бачить че то ячминь че то пшеница и так дальше программа бачить номера бункерів то есть вот тут відповідно там и нажме загрузка откроется в этой стороне только зерно которое приезжает с элеватора можно так сказать по простому тут а зерно яке приезжая або завалено яме або приходы элеватора по транспортеру она попадает бункер элеватор напомню еще раз совсем рядом 50 метров элеватор на транспортера падает все вниз смешалось под одну именно не дроблены и поднимается на вверх на вверх поднимается на нори то есть оно поднялось и дальше падает падает и пішло смешивание дробление поняв да значит это вот тут у нас получается где зерно ось 7 стоит оттуда что это за люки оце люки оцежу тип бочки помнишь а вот это их 12 штук под тут а стой тут мы получается засыпаем сюда какие-то там премиксы какую-то штуку ничего так пахнет нормально да пахнет пахнет очень вкусно наши слюни выделились ты не рассыпал потому что компоненты эти стоят дуже дорого это пыль стоит сумасшедших денег подкатывается вся штучка кнопка нажимается вона ты петнял підкатыл и нажимаешь кнопку она при присоске таки опускается и то дите мешок то есть чтобы вы зрубая чтобы лопатой в эту штуку не рассыпать не потай и шопыль потуждают дорого стоит есть компонентом обвали масштабе вот эта штука кулы у вас загрузка не автоматично потому что мы же не здоровенный там за мной что нам надо есть такие вообще бы человеческого фактора да а это надо объемы потому что для нас все достаточно вот этих премиксов объемы небольшие чтобы их грузить сюда как вот там с мешков грубо говоря это все грузится как ты их сюда лифт на самый верх приводить лифт тут есть лифт я думаю знаешь тут хоть и написано человеку кататься нельзя так же хочешь так как все время мы можем оттуда приехать внизу вверх сейчас мы отсюда спустимся вниз короче отсюда на этом жилье чуть-чуть пиздесят закаток вдруг сейчас не получится вдруг застрянет от тут уже чтобы ты бачишь в том крылье в том крылье да да где желтый транспортер там уже готовы бункера и пид ними заезжая машина и грузится уже на выгрузку вот тут вся сторона вот так вот и вниз вот эта линя гранулирования то есть оно также самое когда мы на той стороне сделали рассыпный комбикорм уже мы або поднимаем и подаем его на выгрузку або перекидаем на линю гранулирования и воно начинает опять же движение вниз там обрабатываться паром потом гранулятор охладитель зрубилась ранула и опять же поднимается вверх на вы и на выгрузку при цели когда я сразу зашел мои ощущения были что здесь все очень сложно завод большой куча я тебе говорю о том что когда я сюда зашел и увидел там на компьютера вот этих все был все бункеры и зашел уже сам внутрь и увидел куча конструкции оборудования сразу же для меня было непонятно но в принципе сама структура комбикормового завода сейчас очень простая когда я уже вылез на самый верх и понял что он разделен на какие-то уже части первая часть заехала зерно она высыпалась вниз потом поднялось вверх смешалось с премиксом и опять опустилась опять и поднялось прошло через гранулятор опять наверх и на выгрузку в принципе вообще ничего сложного если так разобраться это все такое у тебя свет вырывает бывает а у него генератора просто тут нету и есть ты он экономит свет он экономит свет и такие дебри уже зала сбываешь надо знаешь там ну понятно подсветить куда-то там и так дальше это вы фирма win win one win 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 email короче все есть все есть коля я тебе показал для того чтобы ты понимал в кого можно сбыть деньги за рекламу это немецкая до бордония голландская думаю мы тут уже как все понятно я тебе конструкцию рассказал я всегда что-то неудачно думаю я тебе хочу подлежать можем спуститься на лифте если тебе интересно там темно страшно ничего не видно на лифте чтобы мы пешком не шли чтобы мы пешком не шли кто не бачит сейчас спустимся на лифте окей как никто не вызывай так я думаю тут для нас лифт далеко лифт пожелаем да ты не придумал люди на нем не ездят на нем возят премиксов на поддонах мешки ну мы спустимся так заходь погнали весь дуже аккуратно не прикасайся мы все этажи можем тут побачить поехали поехали это четвертый этаж и и ты запомниться ты показываю но ты не должен ця показать все это вообще запрещено а я люблю делать то что запрещено дуже аккуратно пальцы не сувай то есть вот тут вот за путь на путь премикса путь премикса путь премикса будешь бачить все этажи то есть такая ситуация круто я думаю бачу что на элеватор залезла этом тракторе поезда опять эти вопросы провокации не аутерси стоимости да я хотел тебе за но всем интересно сколько такой завод стоит золотой тоби щось начинаешь сказать и начинаешь говорить там квартиру кто сможет купить за ци деньги под ремонт дорого и так дальше но инвестиции очень большие инвестиции ну самое обладнание можно так самое без будильництва самое оборудование 10 млн евро грубо говоря ты сам строил или подрядчиков нанимал не мы подрядная контора и это все то есть высокий класс небезпеки дорого 2 млн вышло или дару надо считать всеми курсовыми разницами тут сложно потому что контракт подписывали мы коли курс ну по 8 час уже то есть но в евро за минуту курс был по тоди 11 час курс уже по 30 то есть считать дуже сложно запустим линию гранулирования тоди приедешь а в гости я тоби скажу точку алиния это ты назвал с линии гранулирования да это полностью весь комплект с благоустроем из жарками с пожарными всеми делами то есть тоже система пожаротушения серьезно система значит котельня эти все вещи но я думаю мы приехали можно выключать но ты построил ты доволен не я а мы вы наше предприятие ваше по дамы это же довольны что мы это реализовали мы заканчиваем все вещи и цветы еще один раз показав что в европу надо идти не тільки словами красивыми лозунами а надо робить действия надо вкладать деньги надо робить нормальные условия для работы то что ты это показывал что наливаторе шоу тракторе шоу на заводе кудыша приедешь гости и так дальше мы спустились живые здоровые и невредимые я тебе понравилось мой курс понравилось очень все очень понравилось по ваших гостях друзья я думаю вам было тоже это интересно увидеть такой завод увидите оборудование это было очень круто я желаю вам успехов развивайтесь пока это было очень круто я желаю вам успехов развивайтесь пока